Добрый день! 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 У организации такая ситуация, что какое-то основное средство вы передаете в аренду. Соответственно, в программе это необходимо отразить. Какие поля у нас здесь предусмотрены? Подразделение. Это то подразделение, в котором это основное средство находится у вас на балансе и числится. Ответственный. Это тот человек, который создает этот документ. В данном случае я создаю под администратором Орловым Александром Владимировичем. Соответственно, ответственный выводится здесь автоматически. Арендатор. Мы выбираем организацию, в которую вы передаете данный предмет основного средства в аренду. В данном случае у меня гостиница Заря. И договор. Договор можно создать, либо выбрать из тех, которые у вас существуют. Давайте посмотрим, какие поля у нас есть в договоре аренды. Значит, наименование договора мы заполняем. Можем заполнить номер, можем поставить ответ на дату, от какого числа, на какой период заключен ваш договор. Стороны договора подхватываются автоматически. Счет организации указывается. Переходим в расчеты и оформление. Здесь можем указать валюту. То есть в данном случае, если у вас расчеты идут в валюте, в долларах у меня указаны, то я ставлю в доллар. Если у вас, допустим, в рублях, то вы ставите в рублях. Если курс валюты зафиксированный, то здесь можно указать, что он фиксированный. Если переменный, значит задолженность будет переоцениваться по курсу валюты на сегодняшний день. Указывается ставка НДС, в данном случае 20% предусмотренных законодательством для компаний на общей системе налогообложения. Также можно заполнить дополнительно аналитику групп финансового учета для этого договора, статью ДДС «Направление деятельности». Переходим на вкладочку «Основные средства». На вкладочке «Основное средство» мы подбираем то основное средство, которое мы передаем. В данном случае сразу происходит фильтр по организации и по подразделению, которое мы указали. И указаны основные средства, которые находятся в этой подразделении на учете в этой организации. Выбираем основное средство. Выбранное основное средство мы указываем за логовую стоимость в случае, если вы такую предусматриваете согласно своего договора. В данном случае я поставила 200 тысяч. Переходим на вкладочку «Учет у арендодателя». Здесь очень важно выбрать группу финансового учета. Именно в группе финансового учета указываются счета, на которых будет учитываться это основное средство. В данном случае у меня группа финансового учета передана в аренду. Вид актива «Основные средства». И указано, что в регламентированном учете данное основное средство после перевода в аренду будет учитываться на счете 03-02. Материальные ценности, предоставленные во временное владение. Амортизация также будет учитываться на счете 02, субсчете 2. После выбора группы финансового учета мы выбираем подразделение, выбираем материальное ответственное лицо, у которого находилось во владении. И указываем данные для начисления амортизации. То есть, если вы не меняете начисление амортизации, оставляете, не меняется. Может быть, действует, либо остановить можно начисление амортизации. В управленческом учете вы можете выбрать другой метод. То есть, в регламентированном учете, допустим, у вас может начисляться, а в управленческом может быть остановлено. Зависит от учетной политики вашей организации. Итак, мы проводим документ и можем посмотреть наши проводки. Для того, чтобы посмотреть проводки, нам нужно нажать «Отразить в регламентированном учете». Итак, появилась наша проводка. Мы видим, что наше основное средство перешло на счет 0,3 с 0,1. И будет учитываться на этом счете в аналитике по организации, которой мы передали данное основное средство в аренду. В данном случае, для синицы заряд. Так, поэтому вопросы у нас все. Следующий вопрос – это возврат основных средств из аренды. Переходим в наши документы по основным средствам. И видим, что можно создать отдельно документ «Возврат основного средства из аренды». Но также мы можем сделать на основании документа передачу в аренду. То есть мы можем зайти в «Еще», создать на основании и выбрать «Возврат основного средства из аренды». Тогда основные все показатели у нас заполнятся автоматически. Заходим в «Документ возврата основного средства из аренды». Здесь мы ставим дату, когда возвращаем. Видим, что когда мы сделали на основании, у нас появился документ «Основание», на основании которого мы передавали в аренду. Поля «Аренда дата», «Организация», «Дирекция», «Ответственный», «Основное средство». Все заполнилось автоматически. Также подтянулись и группа финансового учета, местонахождение, материально ответственное лицо. Соответственно, по параметрам начисления амортизации, если вдруг вы останавливали амортизацию, и теперь вам надо начать, то ставите «Действует» и будет начисляться амортизация. Точно так же мы проводим и формируются проводки. Какие печатные формы предусмотрены у нас для этих документов? У нас есть документ «Акт приема-передачи основного средства». В данном случае, что мы видим, что организация «Получатель» «Андромеда плюс» – организация «Сдатчик» «ЗАО «Заряд». то есть это документ, который передает наше основное средство обратно. Если мы откроем документ, по которому мы передавали, и сформируем «Акт приема-передачи», то мы видим, что наоборот, организация «Получатель ЗАО «Заря» с датчик «Андромеда плюс». То есть мы должны с вами сформировать два документа, распечатать на момент передачи основного средства в аренду и на момент возврата основного средства из аренды. Давайте дальше с вами рассмотрим вопрос выкупа арендованных основных средств. Для создания документа точно так же мы нажимаем на кнопочку «Создать» и выбираем пункт «Выкуп арендованных основных средств». Открывается документ. Здесь есть возможности выбора операции выкупа арендованных основных средств либо досрочный выкуп арендованных основных средств. Разница в том, что, допустим, в договоре, вы когда заключали аренды, вы предусмотрели возможность досрочного выкупа арендованных основных средств. Тогда, соответственно, вы оформляете эту операцию. В документе мы выбираем организацию, подбираем договор, на основании которого оформляется данная операция. Не забываем указать валюту взаиморасчетов, в данном случае в рублях. Если вдруг будет в иностранной валюте, указываем в иностранной валюте. Указываем НДС. Облагается НДС или не облагается. В договоре точно так же можно еще указать залоговую стоимость и учетную информацию. Далее мы указываем с вами статью доходов и статью расходов, которые необходимы для отражения операций, которые связаны с выкопом. В данном случае статью доходов, я выбрала прочие доходы, вы можете выбрать тот документ, вернее, ту статью, которая необходима вам. Точно так же статья о расходах, я выбрала прочие расходы, прочие операции. Вы также можете выбрать тот документ, ту статью, которая вам необходима. Аналитика доходов и расходов проставилась по подразделению. Переходим в раздел «Основное средство». Заполняем, подбираем основное средство, которое вы передаете, выкупаете. В данном случае автоповоротчик я выбрала. Заполняется стоимость для бухгалтерского учета. И для налогового учета. Группа финансового учета. Я выбрала «Транспортное средство». Здесь указаны счета. 0,1 для учета первичной стоимости и 0,2 для амортизации. Переходим в параметры учета. Здесь мы выбираем амортизационную группу вашего основного средства. Выбираем, начисляем амортизацию, либо включаем в расходы по принятию учета. Указываем срок полезного использования, который у нас будет в дальнейшем. Также ставим начисление амортизации «Действует либо остановлено». Указываем счет для отражения амортизации. Указываем статью расходов амортизации транспортных средств и статью для учета расходов налогов. Также устанавливаем ответственного, в данном случае тот, кто формировал документ, подразделение, в котором будет числиться данное основное средство. Ставим галочку, что сумма включает НДС. И также здесь указываем, что закупка облагается НДС. В случае, если данный документ не облагается НДС, если у вас другая система налогообложения, то ставите «Не облагается НДС». Документ проводим. И на этом наш выкуп арендованного основного средства отражен. Теперь давайте рассмотрим вопрос изменения условий аренды. То есть у вас есть договор аренды и меняется от какой-то одной из существенных условий. Мы нажимаем кнопочку «Создать» и создаем документ. Итак, в данном случае я создаю документ по изменению условий расчета. Мы указываем с вами, как обычно, организацию. В данном случае у меня Андромеда плюс. Вы выбираете ту организацию, в которой надо провести операцию. Выбираем ваш договор аренды. В нем у вас уже есть определенные заполненные параметры. Там заполнена валюта. Я вам уже ранее рассказывала. Номер, срок действия, расчеты, учетная информация. То есть все это заполняется в самом договоре. Указываем арендодателя, по которому мы меняем договор. И указываем контрагента. В данном случае у меня одинаковые, но они могут и различаться. Выбираем статьи доходов и статьи расходов для отражения условий договора аренды. В данном случае статью доходов я выбрала. Доходы от операционной аренды. Вы выбираете ту, которая вам необходима. Статья расходов, операционная аренда, прочие операции. Перейдем в закладку расчеты по договору. Значит, здесь график оплат и начислений указывается. Итак, срок аренды вы можете установить, допустим, один месяц, год, шесть месяцев, столько, сколько вам необходимо. Здесь мы указываем график оплат и график начислений. В данном случае я поставила, что 31 декабря 2023 года оплачивается 1000 долларов. И в графике начислений то лично также 31 декабря начисляется 1000 долларов. Заходим в раздел «Предметы аренды». Предметы аренды мы заполняем основное средство. Показать все. Мы видим все основные средства. Выбираем весь список. И смотрим залоговую стоимость. Можно установить. То есть установлено у меня 10 миллионов. Документы проводим. Таким образом мы изменяем условия договора аренды. Теперь давайте рассмотрим возможность объединения основных средств. В каких случаях организация может столкнуться с объединением основных средств? Допустим, основное средство состоящее из частей. То есть два разных конвейерных ленты объединили в одно основное средство. Либо может быть по техническим каким-то показателям допустим были два отдельных земельных участка. В данном случае я буду рассматривать вопрос. Два отдельных земельных участка было у организации. но объединили допустим в БТИ эти два участка в один и соответственно их теперь нужно учитывать как одно основное средство. Вот в данном случае я вам и покажу в этом примере как это оформить. Значит естественно мы проставляем дату подразделения в котором числятся основные средства. Материально ответственное лицо. Указываем объединение мы производим и в управленческом и в регламентированном учете. Либо вы можете допустим отдельно объединить только в управленческом учете или отдельно объединить только в регламентированном учете. Эти операции в зависимости от вашей потребности устанавливаете. Дальше указываем операцию. Мы ставим что объединение в новое основное средство. То есть что это значит? Я взяла два земельных участка номер один и номер три и они будут объединены в другое новое основное средство земельный участок номер два. А присоединение к существовому основному средству имеется ввиду что вы какое-то одно оставляете на винование а второе на винование просто к нему присоединяете. Так ну соответственно организация и ответственность. Галочка объединение однотипных основных средств показывает что данные основные средства однотипные то есть земельный участок земельный участок это однотипные если вы снимите эту галочку то соответственно вы показываете объединение неоднотипных основных средств переходим переходим с вами на закладочку объединяемые основные средства здесь мы подбираем наши основные средства которые объединяем то есть нажимаем подобрать вот мы видим в этом подразделении прошел фильтр сразу который мы указали по организации и вот они наши два земельных участка которые я объединяю их элементарные номера видим что они приняты к учету и подбираем соответственно сюда эти основные средства так после того как мы их подобрали мы зайдем с вами параметры учета здесь у меня указано что параметры учета остаются как основного средства земельный участок и после этого мы можем провести данный документ давайте посмотрим какие проводки у нас сформировались отразим в рементированном учете и так мы видим что стоимость земельных участков которые учитывались на 0.1 счете объединилась на 0.1 счет только на субконта нового земельного участка земельный участок номер 2 то есть дата 19 декабря декабря месяца у нас будет учитываться как одно основное средство давайте посмотрим какие документы возможно распечатать у нас есть возможность распечатать акт ОС-1 акт о приеме передачи основного средства так значит смотрим с вами наш документ объединения основного средства сформировался наш акт на объект основных средств земельный участок номер 2 и его первоначальная стоимость сформирована здесь указалась ну соответственно остальные все параметры заполняются и данный документ печатается в качестве первичного еще еще у нас есть здесь возможность распечатать акт ОС-4 акт о списании основного средства то есть в данном акте заполнилась информация о списании двух земельных участков которые мы объединены соответственно этим документом оформляете первичное выбытие так давайте мы с вами рассмотрим еще вопрос модернизации основных средств то есть модернизация это случай если допустим вам нужно увеличить стоимость основного средства за счет каких-то вложений которые вы вложили то есть в данном случае мы здесь тоже выбираем модернизацию где мы указываем то есть где мы будем менять это основное средство есть варианты в управленческом регламентированном учете только в управленческом или только в регламентированном выбираем организацию в данном случае у нас организация промресурс подразделения где числится данное основное средство целевое финансирование есть или нет вот вид аналитики капитализации мы можем либо на основное средство отнести либо на объекты строительства также можем указать амортизационную премию если ее необходимо включить состав расхода заходим на вкладочку основное средство здесь мы подбираем наше основное средство из тех что числятся сразу происходит фильтр по подразделению и значит мы выбираем основное средство которое будем модернизировать ставим сумму в рублях допустим на которую вы увеличиваете регламентированном учете если вы параллельно также увеличиваете стоимость в управленческом учете и допустим она у вас в валюте то проставляете ее стоимость в валюте в данном случае у меня стоит доллар соответственно проводим документ модернизации и стоимость нашего основного средства увеличивается так теперь давайте посмотрим как нам сделать провести корректировку стоимости и амортизации в данном случае мы рассматриваем вопрос когда я увеличила стоимость в бухгалтерском учете основного средства здесь точно так же мы указываем где мы проводим корректировки только в управленческом учете только в регламентированном или управленческом и регламентированном мы можем провести эту корректировку и для основных средств находящихся на балансе и точно так же находящихся за балансом то есть учитывающихся на забалансе учитав здесь вы переключитесь на забаланс мы указываем с какой датой происходит корректировка может быть с даты документа либо прошлой даты если вам нужно произвести прошлым числом в данном случае я указываю дату документа если мы указываем с прошлой то здесь можно указать непосредственно дату допустим с 1 октября с 1 октября может позволять рассчитать амортизацию с той даты с которой необходимо с прошлой заходим заходим на закладочку основное средство здесь выбрано наше основное средство которое мы будем переоценять изначально у него стоимость была первоначальная 4400 я увеличила на 100 тысяч поставила 4500 указали и для бухгалтерского учета и для налогового учета стоимость и если вам необходимо для управленческого точно так же здесь можно изменить размер накопленной амортизации если допустим вам нужно изменить именно скорректировать стоимость амортизации заходим на вкладочку отражения доходов и расходов здесь мы указываем статьи расходов для уменьшения стоимости в данном случае я выбрала амортизация транспортных средств вы выбираете ту статью которая необходима вам либо мы можем выбрать статью доходов если у вас увеличение стоимости происходит то по этой статье увеличатся будут указаны доходы в регламентированном учете я выбрала прочие доходы опять же выбирайте те которые необходимы вам проводим корректировку итак мы видим что мы увеличили стоимость на сто тысяч этого основного средства почему здесь 0.3 счет потому что этот грузовик передан в аренду на 0.3 счете учитываются арендованные переданные в аренду основные средства по кредиту у нас прошел счет 91.01 и субконта то которое мы выбрали прочие доходы соответственно стоимость нашего основного средства увеличилась на сто тысяч какие у нас здесь есть отчеты в этом документе мы можем посмотреть по каким регистрам у нас прошло движение регистры накопления мы можем увидеть что увеличился стоимость основного средства нашего то есть полностью все подробные движения можно посмотреть в этом отчете есть отчет связанных документов это в случае допустим если вы оформляли на основании какого-то документа или на основании этого документа делаете какие-то документы тогда можно увидеть связанные документы так и осталось у нас с вами рассмотреть вопрос списания основных средств в случае если вам необходимо списать основное средство допустим при моменте когда оно полностью самортизировано либо допустим оно потеряло свои какие-то функциональные свойства то мы пользуемся документом списания основных средств нажимаем кнопочку создать и по алфавиту ищем списание основных средств списываем опять же выбираем вариант списания мы можем списать и в управленческом регламентированном можем списать только в управленческом можем списать только в регламентированном списать можем с даты документа точно так же либо с прошлой даты как я вам показывала уже ранее в предыдущем документе допустим 1-10-2023 в данном случае выбираю с даты документа подразделение у нас коммерческая служба я выбираю где находится это основное средство выбираем статью расходов расходы связанные с списанием основных средств операции мы можем полностью списать основное средство можем частично списать какую-то часть основного средства либо можем списать какие-то узлы допустим если у вас основное средство состоит из разных узлов и компонентов тогда можно списать только какой-то определенный узел который пришел в негодность либо допустим у вас разные сроки амортизации узлов и основного средства тогда можно списать если оно самортизировано выбираем Организация ответственная, это тот, кто проводит. Можно указать причину списания, если вы ведете такое. То есть заводятся варианты причины списания, создаете список и ведете. Здесь мы выбираем основное средство, осуществляем это по кнопочке «Подобрать», «Выбрать». Выбираем основное средство и проводим документы. Отражаем в регламентированном учете. В данном случае мы с вами видим, что это не полностью амортизированное основное средство. Как мы это видим? Мы видим, что стоимость амортизации не равна первоначальной стоимости. И идет еще какая-то разница. Если в данном случае, если у вас будет полностью списано, амортизировано, то здесь будет стоимость равна первоначальной стоимости. То есть будет основное средство полностью амортизировано. Оформляется все это документом ОС-4, акт о списании. В данном случае акт о списании, акт о транспортных средствах, так как у меня транспортные средства. Мы видим первоначальную стоимость, сумма начисленной амортизации и остаточная стоимость. Если ваше основное средство полностью амортизировано, то здесь будет сумма начисленной амортизации равна первоначальной и остаточной стоимости у нас не будет. Вот основные документы, о которых сегодня я вам хотела рассказать. Мы с вами рассмотрели 8 вариантов документов. Есть еще другие варианты документов, которые предусмотрены в 1С ERP. Они все видны по кнопочке «Создать». Поэтому можно рассмотреть любой вариант. Теперь давайте я постараюсь ответить на ваши вопросы. Валентина спрашивает, на что влияет заполнение поля события. Поле события, как бы оно информативно, оно не влияет, оно для вашего непосредственного в своей отделе аналитики, которую вы будете вести. Подскажите, пожалуйста, разницу между документами досрочное прекращение договора аренды и прекращение договора аренды. Прекращение договора аренды у нас происходит в связи с окончанием, соответственно, срока. Если срок действия у вас шел до 31 декабря, у вас прекратился 31 декабря договор аренды. И, соответственно, тогда выбираете прекращение договора аренды. Если у вас идет по дополнительному соглашению, допустим, предварительно, но у вас срок аренды не окончен, но вы прекращаете по дополнительному соглашению, тогда вы оформляете это доп. соглашением. Так, теперь баранник АП описывает проблему с инвентарными номерами основных средств. Вы знаете, это у вас частный случай, очень большой вопрос, поэтому я, конечно, вам предлагаю обратиться к нашим консультантам для более подробного рассмотрения, потому что здесь мы рассматриваем общие вопросы, а такие частные необходимо подключиться и посмотреть, почему у вас происходит проблема с этими инвентарными номерами. Итак, спасибо всем большое за внимание. Наш сегодняшний вебинар подходит к концу. Записывайтесь на наши новые вебинары. Для вас проводила сегодняшний вебинар консультант Моисеева Екатерина. Обращайтесь к нашим специалистам, мы будем рады помочь по вашим любым вопросам. Спасибо за внимание.